Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей» в студии Игорь Конюшков. Здравствуйте! У школьников Кунгура начались активные учебные будни. В этом году за парты сели более 4000 кунгурских ребят. Правда, не всем удалось начать новый сезон в своих учебных заведениях. С этой проблемой столкнулись учащиеся нескольких классов 10-й школы. С чем это связано, расскажет Дарья Гребнева. Школа номер 10 города Кунгура была вынуждена прервать образовательный процесс в своих стенах. Для 330 учеников. Но говорить о том, что каникулы для них продолжаются неправильно. Учащиеся 2-х, 3-х и 4-х классов будут обучаться в лицее номер 1 во вторую смену. Мера – это вынужденная причина в ремонтных работах кровли. Их не успели завершить в срок. 10-я школа в этом году необычно начинает учебный год, потому что есть необходимость проведения ремонтных работ кровли. То есть этот объем этих работ очень большой. Он исчисляется 8 миллионами рублей. То есть мы должны выполнить были работы в срок до 22 августа. Но в связи с форс-мажорными обстоятельствами у нас возникла необходимость перенести часть ремонтных работ в рамки учебного года. Здание в школу номер 10 является объектом культурного наследия. В связи с этим любые ремонтные работы требуют значительного количества разрешений и документации. Была создана научно-проектная документация, которая привела к тому, что потребовалось получение разрешения для начала ремонтных работ. На время основное здание школы, которое представляет историческую и архитектурную ценность, покинуто учащимися. Первоклашки и школьники среднего и старшего звена разместились в помещениях начальной школы номер 10 в так называемом новом пристрое. Здание пристроя у нас имеет отдельный вход с улицы Карла Маркса. Мы предусматриваем дополнительные меры безопасности. Это ограждение нашего школьного двора, это дополнительные инструктажи по безопасности, дежурство персонала, для того, чтобы дети находились естественно в безопасности. То есть все эти меры предусматриваются. Педагоги вынесли предложение о переносе образовательного процесса на суд родителей. К такой новости большинство отнеслось с пониманием. Надеясь, что смена места не повлияет на успеваемость ребят. Елена Барбашова – мать двоих детей. Первоклассника Тимофея и четвероклассники Анны. Женщина считает, временная смена места учебы повлияет на будущий выбор ее дочки. Ведь в лицей поступают как раз в пятом классе. Новость мы восприняли нормально. Главное, что учебный год не останавливается. Главное – безопасность детей. Очень надеемся, что скоро ремонтные работы завершатся. И наш ребенок пойдет обратно в эту школу. Тем не менее, ремонт кровли продолжается. Перевезен материал, работа на крыше. По самым благоприятным прогнозам, должна завершиться к середине октября. После сдачи объекта учебный процесс в 10-й школе будет возобновлен в прежнем режиме. И ученики со 2-го по 4-й класс вернутся в родные кабинеты. Дарья Гребнева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания Кунгу.